Привет! Сегодня мы сравним два этих чудесных смартфона. Итак, как видим, у первого рамки чуть больше, у второго внешний вид более современный. Большой экран и меньше верхняя и нижняя рамки. Экраны TFT, у обоих есть полифония и даже MP3. Вау! Стоп, стоп, не то. Ты что, во времени потерялся? Сейчас 2019 почти. А, да? Ну ок. Вот. Да, действительно, сегодня у нас современные смартфоны, с которыми за их цену мало кто может тягаться. Это народные смартфоны Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro. Если пятерочка уже давно на рынке и о данном девайсе не слышал только ленивый, то Redmi Note 6 Pro еще совсем свежачок. Именно ему мы и уделим особое внимание. И, конечно же, будем сравнивать его с предшественником, чтобы вам было яснее, если вы думаете, что выбрать из этих двух смартфонов и что все-таки более интересно. А начнем мы, пожалуй, из внешности. В первую очередь, разберемся с главным спорным моментом по сравнению с предшественником. Это наличие челки. Да, ребят, она тут есть. И, честно сказать, мне тоже не нравится эта мода. Все в угоду трендам современности. Но, с другой стороны, замечу, что рамки все же стали меньше, чем у Redmi Note 5. Площадь экрана выросла. Фронталку и датчики оставили именно в этом выступе. И, поскольку монобровь немаленькая, она портит симметрию в смартфоне. Не устану вставлять этот момент. Это что за хрень? Блин, иди ка... Но! Xiaomi, да и не только они, предусмотрели, что очень многим будет не по душе этот выступ. И добавили возможность в оболочку скрывать ее. Экран вровень щелкой становится черным. И все. У вас такой же экран по площади, как у Redmi Note 5. Она совершенно не бросается в глаза. Зато на этих черных полосах отображается сигнал сети и так далее. Не занимая лишнего места на полезной площади экрана. Что, конечно, есть плюс. Хотите, скрывайте, и будет вам счастье. А нет, есть старый добрый Redmi Note 5. В чем проблема? Дальше. Еще один тренд, который мне не очень нравится. Смотрим на нижнее скругление. У Redmi Note 5 они такие же, как и сверху. У 6 Pro они скруглены еще более выраженно. Скорее всего, это связано с уменьшением нижней рамки, поскольку это не только у данного смартфона. Вот, например, Honor 8X. Тоже свежий смартфон, тоже небольшие рамки и такие же огромные скругления. Так что или это инженерные решения в связи с небольшими рамками, чтобы экран при самом легком падении или ударе не треснул. Или мода. Или же то и другое. Но то, что есть некоторая диспропорция, это факт. У Redmi Note 6, с одной стороны, большее скругление, нежели у Redmi Note 5. И вы уже знаете, что делать, если вас это раздражает. Но к этим скруглениям быстро привыкаешь и они не бросаются в глаза, в принципе. Едем дальше. Внешность двух смартфонов, конечно же, перекликается между собой. Ведь они выполнены в одном стиле, особенно сзади. Все та же камера, сканер, металлическая спинка и пластиковые ободки и вставки сверху и снизу. Но внизу на торце есть отличие. Тут уже две симметричные решетки под динамик и микрофон у Redmi Note 6 Pro. А в Redmi Note 5 одна. В обоих посредине microUSB вход. У Redmi Note 5 снизу вход по 3.5 джек, а у Redmi Note 6 Pro сверху. Мне лично больше нравится нижний вариант 3.5 джека, но это спорный момент. Напишите в комментариях, как удобнее вам. Инфракрасные порты сохранились в обеих моделей. Лотки под сим-карты и карту памяти гибридные. Или две симки, или одна и карта памяти. Качельки и кнопка питания в обоих справа. Вообще симпатичные монолитные смартфоны, которые удобно держать за счет скруглений корпуса. Цвета в обоих черные в моем случае и достаточно марки. Чехол в помощь. Но есть и другие цвета. Я лично покупал на Алиэкспресс. Там есть выбор цветов. Даже цены от него зависят там. Но при желании можно покупать у нас. Хотя делать это тоже нужно правильно. Я ищу лучшие цены, что в Китае, что у нас. И есть разные методы. Например, я использую сервис e-каталог. Потому что тут все просто и наглядно. Главное, что вы можете посмотреть самые низкие цены, что предлагают магазины в вашем регионе. Как видим, цены нормальные. Но я бы, наверное, немного переплатил за версию 64 гигабайта. 32 в наше время может быть маловато. И тут есть такая возможность посмотреть цены на них, что очень удобно. Можно даже выбрать регион, что в Украине, что в России. В общем, все для удобства. А сравнить его тут же можно с каким угодно смартфоном. Но нам, конечно, интересен Redmi Note 5. В общем, чекайте описание, все ссылки оставлю там. Комплектация тоже один в один у них. И радует, что в обоих случаях есть чехол, который желательно использовать. Ведь камеры выступают, а чехлы не дадут им царапаться. Не нравится стандартный? Есть куча вариантов на Алиэкспресс. Это не проблема. Зарядки одинаковые по силе тока. 5 вольт, 2 ампера. Но поддержка быстрой зарядки есть. Quick Charge 2. И если купить такой блок питания, будет работать. Заряжая полностью меньше, чем за час. Шнур microUSB. Не очень длинный. Также в обоих есть одноцветные индикаторы уведомлений сверху. Экраны у них IPS, что радует лично меня. У обоих экраны от Tianma. И в последнее время Xiaomi использует действительно хорошие матрицы. Сразу отмечу, что в видео это не передаст в полной мере, но вживую цветопередача и контраст лучше в Redmi Note 6 Pro. Но в Redmi Note 5 цвета достаточно неплохие. Но все же, в шестерке они более насыщенные и яркие. В обоих, что нижняя, что верхняя яркость очень хороши. Но в Redmi Note 6 Pro максимальная яркость выше в моем случае. У Redmi Note 5 по дефолту экран чуть холоднее. У Redmi Note 6 Pro можно гибко настроить цветовую температуру под ваш вкус. Например, я всегда делаю экран теплее, глазам легче. В пятерке можно выбрать лишь один из трех вариантов цветовой температуры. В общем, экраны у них хороши, но у Redmi Note 6 Pro немного лучше. Не зря же в нем заявлены технологии TruePolit и ExpoPix. Что там по железякам у нас? Процессоры одинаковые. Snapdragon 636. Оболочки по ощущениям работают с одинаковой скоростью. Все очень шустро. Бывает проскакивают микрофрезы на обоих смартфонах при сворачивании окон. Но это совсем не критично. Задумчивости нет. Процессора хватает для шустрой работы во всех приложениях, в том числе и играх. Самое тяжелое тянет на средних без проблем. Например, танки, которые показывают FPS в реальном времени. О котором можно только догадываться из-за этих скруглений на экране. Спасибо вам, дизайнеры. В целом, все играбельно на обоих смартфонах. Нет игр, в которые нельзя на них поиграть. В PUBG на средних можно бегать без проблем. Перегрева и троттлинга особо при этом не будет. Взглянем на датчики. Они тут идентичны. Есть все необходимое. GPS-антенны видят спутники даже в помещении частного дома, даже далеко от окна. Wi-Fi ловит абсолютно одинаковое, в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 аналогично в обоих. На борту Redmi Note 6 Pro на данный момент Android 8.1.0 прикрыт MIUI 9.6.6.0 из коробки. А Redmi Note 5 также на Android 8.1.0 с MIUI 10.0.2.0. Конечно, скоро шестерка тоже обновится. Но я на прошивку не жалуюсь. О фишках MIUI можно долго рассказывать. Можно тонко настроить смартфон под себя. Но, как вы понимаете, на стороне Redmi Note 6 Pro то, что он новее и обновляться будет дольше. Управление жестами тоже один из козырей этой оболочки. Удобно. Привыкаешь быстро и обратно на обычные кнопки, уже не хочется возвращаться. Сканер отпечатков работает очень шустро. Разбекировка по лицу есть, если выставлен регион Индии в Redmi Note 6 Pro. В Redmi Note 5 и на регионе России есть. Звук из внешнего динамика у Redmi Note 5 совсем чуточку громче. Но в Redmi Note 6 Pro зато совсем немного, но басовитее. В целом очень схож и качественен. В наушниках есть регион Россия или Украина, то звук очень тихий в обоих смартфонах. Разве что в Redmi Note 6 Pro чуть громче. Но если выставить Индия, например, то звук станет вполне громким и четким. Тут Xiaomi выполняет европейские нормы, видимо, чтобы слух не страдал. Другого объяснения я не вижу. Также в обоих есть гибкие настройки звука, что заставит звучать нормально любые наушники. При разговоре слышимость отличная. В общем, звук в норме. Камеры. Скажу сразу, фото за счет более насыщенного дисплея лучше выглядят на Redmi Note 6 Pro. Но если посмотреть на компьютере, что я сразу и сделал, разницы практически нет. Что при хорошем освещении, что при недостатке света, что в режиме боке. Но в Redmi Note 6 Pro работает искусственный интеллект, что местами подкрашивает картинку в более яркие цвета, определяя, что перед ним. Но помним, что сенсоры тут одинаковые. А вот что касается фронталки, тут явный лидер Redmi Note 6 Pro, без сомнений. У него сразу две камеры, 20 плюс 2 мегапикселя, что делают свою работу. Фирменные технологии типа субпиксель помогают в этом. И разница сразу заметна. Вспышку фронтальной камеры убрали у него. У Redmi Note 5 она была, только не очень то и выручала. Теперь у Redmi Note 6 Pro подсвечивает экран. Ну и по видео. В обоих есть электронная стабилизация, что немного будет мылить картинку. Но это лучше, чем тряска без стабилизатора. Но Redmi Note 6 Pro в видео гораздо предпочтительнее будет, только из-за динамического диапазона. Да, это софт. Но в Redmi Note 5 эта проблема была с самого выхода. Местами слишком темнит картинку. Ну и смотрим, что я имею в виду. Смотрим видео с этого ракурса. И наблюдаем очень большую разницу. Видите, из окна дома сюда отсвечивает. Это еще более усложняет условия съемки. И, как мы видим, Redmi Note 5 полностью сливает в этом плане. Так что, однозначно прогресс очень ощутимый. Так что в видео будет лучше Redmi Note 6 Pro. Спасибо, конечно, тем, кто пилит софт, что хоть в новых моделях исправляет косяки. Напомню, сенсоры одинаковые. Автономность. Меньше всего я буду уделять внимание этой теме. Тут это братья-близнецы. Батарея не маленькая, 4000 мА. Но я не буду вам говорить о двух днях, трех днях или неделе, как это было в 2000-х годах у телефонов, с которых вы просто звонили. Если вы смотрите видео, браузите, фоткаете, играете, то вам железно хватит с утра и до вечера. А это, поверьте, очень даже важно. На ночь, на зарядку и все окей. Если вы успеваете поработать или поучиться сходить погулять, то вам хватит его и на два дня. Если больше, то вы мало его мучаете. Так зачем вы покупали смартфон? Вот ваш выбор. А так плюс-минус одинаковая автономность с Redmi Note 5 и вполне хорошая. Тут даже и обсуждать нечего. А теперь давайте посмотрим, какой итог можно подвести. Скажу с уверенностью, если вы владелец Redmi Note 5, то вам нет смысла менять его на Redmi Note 6 Pro. Лучше менять на следующую модель, если вы хотите Redmi-ка. Но если вы только собираетесь покупать смартфон, я бы советовал Redmi Note 6 Pro. Почему? Во-первых, он более свежий, а значит поддержка будет более продолжительной. В плане прошивок и улучшений. Во-вторых, в камерах есть все же прогресс, особенно во фронталке. Также отличия заметны при съемке видео. Дисплей в плане качества и цветопередачи тоже улучшили, что немаловажно. Челка не мешает, если ее скрыть. Что же касается скруглений дисплея внизу, это дело привычки. А если вам не нравится все это, то опять повторю. Redmi Note 5. И взяв его, вы тоже не прогадаете. В общем, Redmi Note 6 Pro смартфон, который сейчас в тренде. Рамки уменьшены, дисплей увеличен. Xiaomi понемногу улучшает следующее поколение, чтобы не занимать ниш более дорогих смартфонов. То, что он будет хитом продаж, как и Redmi Note 5, это очевидно. Особенно, когда цена еще просядет. И будет такой же, как на Redmi Note 5. Цены мониторьте по ссылкам в описании. А в общем, ребята, выбор делать вам. Я лишь поделился своим опытом. Конкуренты у данного смарта, а также Redmi Note 5 тоже есть. Например, Honor 8X. Очень интересный смартфон, на который я скоро запилю обзор. И, возможно, столкну лбами шестого Redmi Note с Honor. Ёй, давай. Давай, 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 давай. На. Если вы за, то как обычно, ставьте лайк по данным видео. Как наберется 2000 лайков, будет сравнение с ярым конкурентом. И мы посмотрим, кто кого. О, а с вами был Смартплю О. Робо-андроид, привет. Скажи-ка, почему это ты грязный? А ты что, не в курсе, что я живу здесь? Ну и что? Это ж Xiaomi. Так на мне же оболочка MIUI. Потом я и не чистый андроид. Еморист. Скажи, как тебе данный смартфон? Ну так, ничего. Комфортно в нем. Люблю смотреть в его перископ. Особенно, если красивая девушка берет с собой смартфон в ванную. Он хороший и качественный. Аж 4 штуки их тут. Какой перископ? Ты про камеры что ли? Да. А ты догадливый? Ух ты шалунишка. А скорость работы тебе как? Нормально. На этом процессоре я не торможу. А скажи еще, как тебе Xiaomi на процессорах MTK? Ну как сказать, мне на всех можно поиграть. А я люблю играть. Особенно, если у хозяина руки не из плечей растут. Но я завидую немного тем андроидам, которые живут в смартфонах с MTK. Хм, интересно почему? Потому что зима скоро, а на этих процессорах хорошее отопление. Еще и недорого. А жарко бывает. Хм, я тебя понял. Хорошо, захоти как-то в гости. А сейчас пожелай что-то нашим зрителям напоследок. Подписывайтесь на канал Smart Plus. Это мой кореш. Спасибо, бро. Всем пока, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok